Вот сейчас один из самых непредсказуемых финалов, да, Глеб? Потому что здесь фаворитов просто нет, по большому счёту. Добрый день, дорогие лидеры спорта, в частности. Да, и вообще сегодня такой достаточно интересный день, помимо этого метрового финала, где у нас, в принципе, нет явного лидера, есть определённые фавориты, но всё может быть достаточно интересно. Также у нас синхронные прыжки с вышки у мужчин, там есть на кого посмотреть, поверьте. И я думаю, что будет упорная борьба у девушек в синхронных прыжках на трёхметровом трамплине. Есть две сильные пары, даже может быть больше. И там вполне вероятно развязка, так же, как и вчера, будет в самом конце запрыгать. Ну и здесь также хотелось бы отметить Геннадия Фокина, который под номером 8 выйдет на старт. Думаю, что он тоже может составить конкуренцию в борьбе за медали. Григорий Иванов, спортсмен из Челябинска, всегда рядом с пьедесталом почёта. И, может быть, сегодня как раз шанс в индивидуальном виде программы получить медаль. Ну, а начинает у нас Греб Рябов, московский спортсмен. Так вот начинает этот юный парень, 2008 года рождения. После него Егор Зыбин, затем тоже москвич, потом Санкт-Петербург представляет Артём Макаров, затем Фенинская область Даниил Белов, Саратов Егор Журавлёв, Питерец Ярослав Кононов, Матвей, помощник Кафаренбургской области, а дальше уже Геннадий Фокин, в недавнем прошлом всем знакомый, как Геннадий Макин. Владислав Сонин, поэтому у нас 13 человек. Владислав Сонин – это сборная Белоруссии. Он у нас вне зачёта, как гость в этом финале. Григорий Иванов, Николай Борисов, Егор Лапин и Илья Молчанов. Вот такой порядок. Егор Зыбин на старте. Тот же прыжок. Поскольку два с половиной балла вперёд согнувшись. Очень высоко. Ну и до этого Глеб Рябов неплохо тоже исполнил этот элемент. Но здесь, я уже неоднократно говорил, у нас Егор Зыбин такой мини-фурор произвёл на Кубке России в прошлом году с трёх метров четвёртым. В этом году, да, зимой четвёртое место занял. Очень похож на британского, по технике, да, исполнении прыжков на британского диму для прыгуна Джека Ло. И как ты по прическе, я бы так сказал. По устроению антопометрии тела прям один в один. Поэтому, дай бог, до такого уровня. Егору допрыгать. Напомню, Джек Лоид, олимпийский чемпион в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Артём Макаров, представитель Санкт-Петербурга. Начинает прыжком с задней стойки два с половиной оборота вперёд в группировке. Не очень получилось. Не доработал он здесь в отталкивании от снаряда и сразу пошёл вкрутку. Не хватило высоты и, собственно, ещё и перешёл. Субтитры создавал DimaTorzok Пензенскую область, город Пенза. Тем же прыжком с задней стойки вперёд два с половиной. С ближним снарядом прыгает на неё. Четыре метра мы видим. Конечно, бассейн прекрасный. Вчера уже встречали с тобой, Андрей. Но и сегодня я хотел бы повторить. Картинка просто замечательная. Да, и очень хорошие условия для спортсменов. Это вчера нам рассказывали в эфире Евгений Пензенцов с Никитой Шлейхером. И даже Шлейхер, который тренируется в Казани, в нашем знаменитом, прекрасном дворце водных видов спорта в татарской столице, признал, что здесь даже оно как-то получше, чем в Казанском дворце. Ну, потому что он только-только построил этот комплекс. Ну, практически такая ошибка. Вот мы смотрим, да? Да, совсем удачный прожор и город Журавлёва. Ну, и уровень проведения соревнований, конечно, и Федерация, и спасибо Мач-ТВ. Блестящую работу проводят по качеству проведения соревнований. Конечно, они совершенно уже на другом уровне. Прекрасные судьи у нас красиво одеты и все в белых маечках, в голубых штаммах, поэтому... Дай Бог! Ярослав Кононов Исполнил свой прыжок в первой попытке, и сейчас на старте Матвей Помощников. Так вот, и в продолжение этой темы, дай Бог, что все так же у нас развивалось, появляются новые объекты. И вспомнил бассейн Саратова, где... ...совсем недавно проходил международный турнир. Также открылся бассейн в Краснодаре. Екатеринбург, прекрасный комплекс. Ну и вчера, кстати, первую медаль у нас здесь, в чемпионате России, завоевала представительница именно этого города, Кристина Ильяных, прыжка с дмитрового трамплина. Да, и такая все-таки весьма интересная у нас была борьба. И очень хочется как раз отметить то, что Кристина Ильяных в такой очень напряженном соперничестве с возвращающейся, да, после травмы Ульяной Клюевой все-таки завоевала золото на метровом трамплине. Ну и, видимо, оценки Матвея, помощников, я, в принципе, здесь согласен с судьями, не стал акцентировать на это внимание, но прыжок достаточно близко был сделан. Если смотреть сбоку, да, на повторе, а с передней камеры было видно, что спортсмен, в принципе, ушел в правую сторону, то есть трамплин как бы не задел, но если прыжок сделан, исполнен близко к снаряду, то из двух баллов судьи ставят оценку. Ну вот сейчас, наверное, начинается борьба за медали, да, Глеб? Ну, потому что Геннадий Вагин, он тогда еще был под этой фамилией, в прошлом году серебряный призер чемпионата России на этом снаряде. И из того состава, который мы на данный момент имеем, это, наверное, как раз один из претендентов. Совершенно верно. Ну и первый прыжок достаточно сложный. Сразу он ставит заднее вращение, задние спреки, два с половиной оборота назад в трампировке. Переходит Геннадий, пять с половиной шесть, пятьдесят два, пятьдесят сумма за этот прыжок. Семь арбитров оценивают исполнение прыжка. Две высшие, две низшие оценки зачеркиваются, в зачет не идут. Ну и три оставшиеся у нас складываются, умножаются на коэффициент трудности прыжка. Коэффициент трудности это Владислав Сонин, у нас представитель белорусской сборной. Ну вот у Геннадия Фокина. Ох, хороший прыжок. Знаменитый спортсмен из Белоруссии. Легко и в угол открылся. Сейчас может возглавить турнир эту таблицу. Он, кстати, попал в финал пятым. Он был, кстати, пятым в Минске на открытом кубке Белоруссии, который проходил недавно. В самом конце мая, с 22 по 27 мая, проходили соревнования. И там Никит Шлейхер победил. На метро на трамплине Молчанов был второй, Лапин третий, Фокин четвертый. И вот потом как раз Владислав Сонин. Но здесь Шлейхер не прыгает, Кузнецов не прыгает. Кузнецов обещал, что все-таки выйдет в индивидуале на трехметровый трамплин. Несмотря на то, что у него травма, и он готовится к операции. И поэтому здесь вот по большому счету у ребят есть очень хорошие шансы для того, чтобы обороться. Хорошую попытку Григорий Иванов выполняет. Так, смотрите, как аккуратно. Может быть, хотелось бы чуть побольше высоты. Но на самом деле все он скручивает и получает оценки свыше 7 баллов. 7-7,6,5, 63,55. Вторая сумма на данный момент. Николай Борисов, представитель Волгограда. Кстати, третье место он занял в квалификации, что достаточно удивительно. Ну, отмечали мы, что здесь, к сожалению, в этом финале не увидим Евгения Кузнецова, Никиту Шлейхера. Так бы, конечно, у нас запрыг был более мастеровитым. Ух ты, в первом же раунде. Очень старался, очень хотел. Третьим попал в финал, но в финале после первого прыжка, скорее всего, окажется он в роли догоняющего. Да, и только десятое место. То есть, на самом деле он... Последний пока, десятый. Будет в самом-самом конце. Ну, и теперь Егор Лапин и Илья Молчанов. Попытались они накануне. Попытались они зацепиться за Кузнецова-Шлейхера. Ну, и был шанс хороший. Был хороший шанс. Вчера, после четырех попыток, 15 баллов они выигрывали у нашей лидирующей пары, но... Лидерство свое упустили. Ну, хороший прыжок, наверное, один из самых лучших в первом раунде. Очень высоко. Здесь уже, конечно, видно мастерство спортсмена. Идеальное, наверное, начало. Ну, вот у Иванова 63,55. А здесь, видите, все семь с половиной, 69,75. У Лапина он становится лидером. Но еще прыгать Молчанову. Два с половиной оборота назад в группировке и задней стойке. Тоже вот заднее вращение в первом же прыжке. Это так называемым слепым входом. Это то, что попытался сделать Геннадий Фокин. Но у него... Не сделал. Не сделал, да. Смотрим. Ох ты! Вот это да! Блестящее исполнение. И как понравился вход в воду здесь. Мягкий такой он. Ну, он тоже восьмерочный прыжок. Как оценят судьи. Три восьмерки. Это заявка от Ильи Молчанова. Сразу же с заднего прыжка. И так хорошо исполнил. Молчанов в лидерах. Егор Лапин на второй позиции. Третий Владислав Сонин. Да, но Владислав Сонин, даже если будет на пятистале почета, чего, конечно, мы ему желаем, это будет вне зачета. Поэтому официально в чемпионате России четвертый станет третьим бронзовым призером. Первый раунд позади. Не получился он у Николая Борисова, у которого очень хорошо пошла квалификация. Но это частая история в спорте, когда квалификация получается и выход уже на финал совершенно по-другому давит. Московский спортсмен, открывая второй раунд, Глеб Рябов. Вперед два с половиной и задние стойки. Здесь у нас тут несколько таких молодых спортсменов. Глеб Рябов и Матвей Помошников, 2008 года. Но вторая попытка не получилась. Как-то перекачался он на снаряде. Очень долго раскачивался. В принципе, это, скорее всего, сбивает с толку. Но в итоге он в самую воду уже. Открывался. То есть то, что мы видели в исполнении и Молчанова, и Лапина, и Григория Иванова, когда успевает спортсмен все скрутить, раскрыться, вытянуться в струнку и уже входить в воду, работая именно на вход, а не пытаясь доделать всю акробатику. Здесь, конечно, у молодого спортсмена с этим другая история. А вот прыжок Егора Зыбина. 3,3 коэффициент, 3,5 оборота вперед согнувшись. А у него вообще одна из самых сложных программ. Эх, ну да, не попадает в трамплин. И, в принципе, в наскоке было видно, что уж очень хотел он. Но такой прыжок вообще редко кто делает. Мне кажется, он единственный в этом финале. Он единственный, я говорю, у него самая сложная программа. У Егора Зыбина, у него прыжки с коэффициентом 3,3, 3,4. Ну, то есть, так если посмотреть, ни у Лапина, ни у Молчанова, ни у Иванова. Таких прыжков нету. Но здесь со стабильностью, конечно, надо поработать. Тренирует его Антуан Мельников. Находится он на трибуне в этом бассейне. То есть программа сложная, но стабильности нету. Артем Макаров. Ну, мы уже отмечали, что парень 2007 года рождения, ну, выглядит так, как будто ему так выгодят. Армию уже отслужил и вернулся. На три года младше Егора Зыбина. Да, а выглядит на три года старше. Павел Поляков, его тренер, объясняет ошибки. Представитель Пензенской области Данил Белов. 20-летний спортсмен. Коэффициент 2,6. Ой, как-то странно вообще. Ну, такой своеобразный, конечно. Своеобразная техника у Данилок. Как будто прогуливался рядом с бассейном. Не попрыгать бы мне один метр сейчас в финале. Но вход-то получился. Такой расхляп и немножко наскок. Не натянутые руки. Вот его папа Валерий Белов. Папа и тренер. В прошлом замечательный спортсмен. Вышечник. Егор Журавлев. Представляет Саратовскую область. Ну что, втиснулся? Втиснулся, да. Так, вроде как бы не хватало уже высоты в самую воду. Несмотря на то, что вроде бы как трамплин один метр, высоты немного, но здесь совершенно другая техника. Нужна относительно трехметрового снаряда и, конечно же, относительно вышки. Здесь высоты мало. Так же все по три с половиной многие крутятся. И тут как бы резкость важна. Амплитуда, высота. Ну и вот еще один юный парень. У нас Ярослав Конов. Он не как помощников и рябов 2008-го. Он 2007-го на год постарше. Знаменитая школа Невская волна. О как! Высоты практически не было, да? Да. Если посмотреть. Нет, не смотрите. Буквально где-то метр на полтора он всего вылетел. Ну и брызг тоже нету. Поддержит его зрители, спортсмены. И семерку даже получает. Ярослав, у нас 2007-го года рождения. И он становится лидером в 111,4-х. Что нам покажет Матвей Помощников. Высокий спортсмен. И насколько такой продолговатый, затянутый. Очень длинные ноги, конечно. Поскольку у Матвея первый раунд совсем не получился. От слова совсем. И вообще. Поэтому сейчас невысокая сумма. Так, Геннадий Фокин. Назад два с половиной оборота в группировке из передней стойки. Кстати, несмотря на то, что и в первом раунде он подошибся. И вот сейчас чуть-чуть ноги у него упали, да? На переход. В целом, такое чувство, что он не напрягается прыгать в прыжки. Спокойненько. Но вот вертикали не хватает ему на входе в воду. Может, как раз потому что не напрягается. Пора бы и напрягаться. Да. 111 баллов. Он 4 десятых проигрывает Ярославу Кононову. В общем, это ни о чем. Владислав Сонин. А если бы ноги коснулись воды раньше, чем руки, плечи, да? То тогда бы все было бы совсем плохо. Так он получает 2,5 от судей. Паник немного Владислав. Видно это по выражению лица. Ну, конечно, поникнешь после такого прыжка. 2,5 балла. Григорий Иванов. Винтовой прыжок. 2,5 с одним винтом. Хороший, высокий наскок. Очень мощный такой наскок, да? Спортсмен из Челябинска. Здорово он сделал. И там мы нам сразу показали его персональных болельщиков. Так же мощно они его поддерживают. Ну, только вот там ножки, конечно, были согнуты. А это... Такая техническая, постоянная ошибка Григория Иванова. Что судьи? Я уверен, судьи, они знают об этой проблеме и о техническом недостатке. И если вдруг будет борьба какая-то за высокие места, то так сделают они акцент на этом. 3,5 обороты вперед группировки Николай Борисов стремляется в погоню за мечтой. Ну, сейчас хорошо было видно, как он отработал, да? Да, трамплин, прям как видно, как он в него вложился. Нет. Оценки не блеск. Вложился в трамплин, но трамплина его не отблагодарил. Не отблагодарил, да. Ну что же, Егор Лапин и Илья Молчанов, лидеры. Они одногодки. Ее седьмого года рождения. 3,5 оборота вперед в группировке. Егор Лапин бронзовый призер. Как хорошо, как мягко попадает трамплин, как кошка Егор Лапин. Бронзовый призер прошлого чемпионата России в этом виде программы. И 8,5. Давайте посмотрим на сцене. И 8 было, да? И 7,5. Не показали. Но ничего. Ну, я думаю, потом итоговую таблицу увидим. Илья Молчанов опережал на 2 балла и 0,25. В общем, это ни о чем. Потому что оценки только что были у Лапина очень хорошие. Ох, хороший. Хороший прыжок Ильи. Тоже такого столба в отталкивании вот здесь. Идеально ровно. Где-то метром на 4, наверное, улетел. Да, на 3. Вторая очень хорошая попытка от Ильи Молчанова. Борьба интересная у них завязывается с Егором Лапином. Ну, я так понимаю, да. Там тоже все восьмерки. И Молчанов захороняет свое лидерство. Возвращаемся в прекрасный бассейн города Екатеринбург. И у нас финал у мужчин на однометровом трамплине. Третий раунд. Открыл Клеб Рябов. Представитель Москвы. 3,5 балла перед группировкой. Неудачная попытка. Ну, вот обратите внимание, да. Мы говорим, что у Зубина здесь самая сложная программа. Если большинство делает 107С, то есть делают в группировке, он во втором раунде у нас делал согнувшись. Как раз Егор. И сейчас у него заднее вращение на споках. И оно не получается. Да, обидно, интересно посмотреть за этим спортсменом. У него самая сложная здесь программа в этом финале. Но грубейшие ошибки. Вот предыдущая попытка. Там 2,5 балла. Что-то в этом духе было. Здесь 4. Если прибавить в плане психологии, может быть, Егору Зыбину, и вот добавить, как, правда, это сделать, да, вертикали на входе в воду, постабильнее, чтобы выступать, то серьезным кухарем все же можно составить на 1-метровом трамплине и на 3-метровом. 2,5 назад у Артема Макарова. Ну и... Молодец. Доволен Павел Поляков. Хотя это не показывает. Но все равно очень сложно. Никак вот Макаров не выберется свыше 6,5 баллов. Даниил Белов. Полтора оборота вперед с двумя винтами. Хороший прыжок. Но наскорка, конечно, своеобразная техника. Он руки наверху не оставляет. Настолько ломает взгляд, да, когда привыкаешь видеть совершенно другие наскоки, что кажется, что сейчас он просто куда-то в сторону, да, улетит. А он, тем не менее, как-то раз и выкручивает. Даниил Белов из Пензы. Такая распространенная ошибка в этом прыжке, вот этих задних вращениях. Ярослав Кононов, Санкт-Петербург. У него было 101 баллов после двух раундов. Кстати, в этом году достаточно много юбилеев всего спорта российского. В частности, у прыжков в воду тоже 100 лет. Ну да, у Министерства спорта 100 лет. И у нас и у московского спорта 100 лет. И у московского спорта 100 лет. И наше знаменитое общество. И Динамо отмечает юбилей. И сейчас, к столетию, как раз прыжков в воду и фильм снимается. Да, совершенно верно. Который в декабре месяце планируется во всех кинотеатрах нашей необъятной родины. Фильм про прыжки в воду. Там всю историю рассказывать не буду. Но достаточно интересный сюжет. Там и Олимпийские игры, и хайдайвинг будет. Фильм снимался уже в четырех регионах. И в Крыму. В трех, да. И в Ялте в бассейне. В Москве в открытом бассейне. И сейчас, кстати, снимается здесь, в городе Килинбург, на чемпионате России. Съемки продолжаются. В одной из ролей, главной, да, помимо профессиональных актеров, конечно же, будет сниматься, но и продолжает играть профессиональный прыгун в воду. Фамилию тоже раскрывать не буду, но ты его прекрасно знаешь, Андрей. Ну и многие прекрасно знают. Призер чемпионата мира. Синхронный прыжок с вышки. Будет пробовать себя в роли киноактера. Прям заинтриговал. Так должно все получиться. Уверен у него. Вдруг будущий Джейсон Стэтхен. Не будущий, но потенциальный. Какой? В одном нашем фильме. Хорошо известно. Ладно, отвлеклись немножко. Так, глядишь, у нас же сейчас ведь инициатива сделать евразийский Оскар, объединиться и пику вот этому англо-саксонскому кинопризу сделать наш объективный евразийский, китайское кино, российское кино. Но я думаю, многие тоже присоединятся. Ты знаешь, Андрей, мне кажется, вообще это очень интересная история и правильная работа компанией, совместно с Федерацией российской прыжковой воды. То есть это популяризирует вид спорта. Я помню телепроект «Вышка», который был там, наверное, количество лет назад. Такой фурор в Москве произвел. Детей просто валом вели на прыжки в воду. И сейчас достаточно много детишек приходит. Но то, что касается телеэкрана, русскими театра, это, конечно, большое подспорье. И здесь, конечно, спасибо всем огромное сказать за эту работу. Да, в последнее время много фильмов о разных этих спорте, о великих победах. Наконец очередь дошла этот прыжок в воду отрадным. Так, возвращаемся в бассейн, потому что у нас как раз те, кто претендует и будет бороться здесь за медали. Григорий Иванов. Челябинский спортсмен. А вот здесь, между прочим, не согнул колени в этом и томом прыжке. Ну, здесь нет оборотов после винтов, когда спортсмен вокруг своей оси крутится. Бывает, что еще надо будет сальто гладкое делать, но здесь его не было, поэтому... Кстати, он, слава богу, не согнул, да. Николай Борисов, который действительно очень хороший результат показал в предвариловке, и поэтому прыгает в одиннадцатом в этом финале, но финал пока не получается. Тоже винтовой прыжок, тоже без блеска. Он грубейшую по марту напустил в первой попытке, которая сразу его отбросила далеко назад. Но мастерства, конечно, не хватает. Нет четкой линии. Какие-то брызги вылетают, хотя... От метрового трамплина такая высота небольшая, но и здесь гасить тоже надо. Убирать за собой эту воду. Два спортсмена у нас, которые не болтаются, как большинство, в районе 6-6,5, а набирают 7,5 и 8. Это Егор Лапин и Илья Молчанов. Егор Лапин. Да, между ними сейчас интересная. Ведется борьба за победу. Назад 2,5. Ух ты! Поторопился ты с оценками. Я говорил про прошлые. А вот здесь, да и меньше 4-х может получиться. Рано раскрылся. Да. Очень рано. И он, кстати, уступает сейчас первое место. К кому? Нет, к Грише Иванову. Григорий Иванов, да. Ну вот теперь, чем ответит Молчанов. Но Молчанов-то этот класс сделал... Блестяще. В самом начале. Он с него начал. Сейчас у него прыжок под себя, то есть и задней стойки вперед. И тоже... Тоже не блещет. Хотя можно было сейчас утреплять свои позиции, если делать на хорошую арсенку, вроде 8. Здесь очень высоко. Все хватало. Передержал. Это, конечно, не 3,5-4, но 5,5 баллов. Не та оценка, которую... Которую хотел Илья Молчанов получить. Но, тем не менее, он остается лидером 199,7. Хотя сейчас, конечно, по его мастерству можно было набирать после третьего раунда. И за 200. Продолжаем мы наш финал. У мужчин на метро на трамплине. Четвертый раунд. Глеб Рябов. Назад 2,5 группировки. Долго-долго качается. Ну, в целом справился с этой. Достаточно сложный прыжок. Здесь нет наскока. Прыжок делается с места. Несмотря на то, что он раскачивался. Для 14 лет, 15, Глебу Рябову такой элемент достаточно сложный. Ну, что можно сказать после того, как мы перешли экватор. Вот здесь 6 прыжков будет. Это четвертый. Достаточно неплохой отрыв создал Илья Молчанов в селе. В районе 14 баллов. 15. Перед... От Григория Иванова. Да. И... У нас вниз на третью позицию отлетел Егор Лапин. Который... Ну, был близко после двух попыток к Илье Молчанову. Но неудавшийся третий. Его отбросил он назад. Давайте посмотрим за Егором Зыбином. Мы за ним следим внимательно. Мы за обладателем самой сложной программы. Человек, который похож на Джеку Лои программу, пытается делать такую же. Назад 2,5 группировки. Ну, в целом ничего. Ну, самую воду, конечно, он раскрылся. Старается так очень резко, быстро сработать. Но высоты не хватает. 174,3. И тут нужно отметить, да? Получается, что важный момент. Молодой парень Ярослав Кононов, представляющий питерскую школу «Медская волна». Он сейчас на четвертой позиции. Поэтому будем внимательно за ним следить. А вот Артем Макаров как раз пятым шел. Артем Макаров. Далеко он улетел от трамплина. И сейчас опять оценки не выше шести баллов. Наша четверочка была, но она, по этому делу, зачет не проходит. Всего лишь 204,3. Данил Белов. Прожег с места. Два с половиной оборота. Группировки. Так, достаточно стабильный спортсмен, несмотря на... Странно. Не самую, да, хорошую хореографию. Но со входом в воду вертикальным, да, проблем нет. Шесть с половиной получает за Данил Белов. Ну, я думаю, что все, кто смотрит сейчас с самого начала этот финал, смотрят нашу трансляцию, обратили внимание, что, знаете, так, каждый спортсмен облюбовал свой трамплин из этих четырех. И с него свою программу исполняет. Вот Егор Журавлев, а мы ждем Ярослава Кононова. Ну, и стоит напомнить, что сегодня три финала, помимо того, что мы с вами видим, у нас следом синхронные прыжки у девушек на трехметровом трамплине. Очень интересный будет финал. Сейчас с такими сильными прыгуньями Мария Полякова, Италия Королева, Кристина Юниевна, и на эту школу усилий. Да, этот финал будет в следующем, а потом еще нас ждет очень интересное соревнование на вышке. И дуэт лидер, который по итогу при ледке, был совсем не лидер. Третье место занял, но посмотрим, что будет в финале. Мы про Руслана Тернового говорим и Александра Бондаря. Дуэт лидер не только в отечественных прыжках в воду, вообще, наверное, вторая по силе пара в мире. Чем черт не шутят, и с китайцами можно было бороться. Очень жаль, конечно, что не могут проверить они свои силы сейчас в этой борьбе. Думаю, китайцы бы там напрягли с вышки. Именно в синхронных прыжках. Да и в межридуале тоже. Да, когда Бондарь в суперформе, он может навязать борьбу. Да и Бондарь, конечно, и Руслан Терновой. Ну и Терновой очень подрос, конечно, за последние годы. 570 с чем-то баллов набрал. Да, конечно, это не чемпионат мира, не Европа. Но в то же время. Да и везде, на самом деле, во многих странах. Сейчас смена поколений идет. Я так смотрел результаты кабинета. Там Китай, да, а потом, в принципе, никого-то и нет уже. Все заканчиваются. Да, все друг с другом борются. Японец второй был с вышки. К следующей Олимпиаде, да, выясняют, какое будет соотношение сил. Вот, смотрите, пришел в себя Владислав Сонин. Две попытки провалил абсолютно. И вот сейчас, наконец-то, исполняет. Ну и прямо скажем, не самый сложный прыжок, да. Какой элементарный, в общем-то, для спортсменов серьезного уровня. Ну и дождались мы фаворитов. Григорий Иванов. Четвертый раунд. Назад 2,5. И задние стойки. Коэффициент 3,0. Второе место у нас Григорий Иванов на данный момент занимает. Неплохо, неплохо делает. И видно, были родственники, родители. Ну, это, конечно, это родители Григория Иванова. Наверное. С плакатом «Челябинская область». Как-то там проходил Кубок России. Несколько лет назад. 239,95. После четырех раундов у Григория Иванова. Ну, вообще, конечно, так, если смотреть на результаты, прыжки средние и результатики средние. У нас, я так думаю, так, если усреднить оценки, где-то в районе 6-6,5 мы держимся весь финал. Никола Борисов. Два с половиной оборота назад в группировке. Из задней стойки. Ну, кстати, ничего. Вот этот прыжочек-то так по технике и открытие в уголочек, носки тянул. Наверное, лучшая попытка, лучший прыжок его в этом финале. 6,5 единогласно проходит зачет. Ну, вся надежда на качество и эстетику сейчас только благодаря Лапину Молчанову. Егор Лапин. Предыдущий раунд не получился, поэтому он чуть-чуть подотстал от Григория Иванова. Третий на данный момент. Ох, как высоко хороший прыжок. Вот видно. Пальяжный такой. Виден этот контроль, да, абсолютный. От начала до конца, вот смотрите. Ну, и достанет сейчас он Григория Иванова. Думаю, что опять выйдет на вторую позицию, потому что слышим восьмерки от Наунсера. Да, 243,75 на 4 балла опережает Иванова. Но у Молчанова очень хороший запас был. У Молчанова тоже винтовой прыжок, но другой 2,5 с одним винтом. И он его не делает. Ну, и как-то начал разваливаться Илья Молчанов. Первый два прыжка очень удачный. Третий не так хорошо. И четвертый еще хуже. Как-то по нисходящему у него сейчас, если сделать графику. Четыре с половиной. Тут как тут уже Егор Лапин. Да, и получается у него было 199,7. И сейчас, вы видите, 249,3. Ну, то есть прям вообще они рядом совсем. 249,3. 243,75. Это Егор Лапин, который возвращается на вторую строчку после четвертого раунда. И Григорий Иванов, 239,95. Остальные мы видим, как отстали сильно на 20 и более баллов. Ярослав Коннов держится четвертым. Но на самом деле, если молодой парень удержится на четвертой позиции в финале чемпионата России, это будет очень хороший результат. И даже нельзя будет говорить, что это место будет самое обидное для него. Потому что, я думаю, вот так вот в этой борьбе с Геннадием Фокином и с другими более старшими товарищами неплохое место. Это какая-то идея пришла. Может быть, нам с тобой выбирать прыгуна дня, да. Ну, или прыгуна запрыга. Ну, и вообще так интересно было бы, как в Формуле-1, допустим. МВП. Гонка заканчивается, там уже идет голосование за МВП. Ну, и здесь сразу. Поэтому Ярослав Коннов мог бы претендовать. Ну, да, да. Ну, давай выберем. Давай, это конец. Пока что-то никто не разойдет. Вот в том-то иди. Ярослав Коннов. Все шансы есть в молодом. Представляете, дорогие друзья, если уже Глеб Гальпенин задумывается о том, как разнообразить теле-формат, это значит, что чемпионы мира и призвали Олимпийских игр несколько скучновато. Да нет. Ну, такой интригу. Вот Егор Зыбин. Мы все ждем, ждем. Вот этот парень может нам самого ценного спортсмента вполне претендовать. Но не сегодня. Не сегодня. Опять, да, опять вообще не вытягивается. Руки вообще впереди. Ну, и наскок не получился. Не доскочил он на край трамплина. Доска это такая тоже интересная штука для тех, кто не понимает. Ну, у нее достаточно трудно на край попасть. Кто не владеет хорошим четким наскоком, тому сложно. То и налево, назад может помести. И оптимально, конечно, попадать на край, еще в ритм доски. Как это хорошо получается. Лапина, Молчанова. Ну, вот как я взял это Кузинами в данном интервью как раз рассказывал, что вот, то есть, получается, когда спортсмен достигает высокого уровня, дальше, говорит, в основном идет работа над наскоком и вход в воду. Ну, вот, в частности, Кузин работает над входом в воду, потому что, кстати, и вчера ты отмечал, что... Это основной пробел. Пробел, да, у Лизы есть, действительно, ну, не проблема, но, будем говорить, цель. Надо улучшить, сделать стабильный и качественный вход в воду. Потому что и руки у нее то в одном положении, то в другом положении. И как-то это... Так, опять, опять у нас... Вот человек нас по этому финалу, конечно, как-то так разнообразит наши эмоции. Да, с любого наскока не доскакивает Данил Белов, перескакивает, но прыжок свой делает. Смотрите, два с половиной оборота назад из передней стойки. Я выбираю, я буду за него голосовать. Самый ценный прыгун этого финала. Человек, который, кажется, не должен нормально исполнять прыжок, а, тем не менее, третий неплохой вход в воду он показывает уже из пяти прыжков. И смотри, у него 261 балл. Да, он, кстати, на четвертую позицию сейчас может ворваться. Сможет. Вот. Егор Журавлев, за ним Ярослав Кононов. У Журавлева... Три винта вперед, полтора оборота вперед с тремя винтами. Коэффициент 3.1. Достаточно хороший, сложный элемент. Но совершенно без отталкивания от трамплина. Все сразу вниз. Ноги разлетелись. Слишком грязновато. Ну и ждем Ярослава Кононова, потому что задача этого молодого паренька удержаться на четвертом месте. А там конкуренты, они прям совсем рядом. И Фокин, и вот сейчас, кстати, и Белов может туда подкрасться. Ну, помимо четвертого места ему надо удержаться в прыгуне дня. Ох, молодец. Смотри какой-то. Ну что, укрепляется он, Андрей. Твоя кандидатура начинает работать. Посмотрим. Два винта, полтора оборота вперед. Здесь на один винт меньше, чем у Егора Журавлева было. Но... Молодец. Ну, коэффициент 2.6. Ну, и... 268.8. То есть он в 7 баллах впереди Белова. Да, но тяжело будет, потому что у Ярослава последний прыжок 2.5. Еще меньше коэффициент трудности, а у Белова 3.0 будет. Это большая пропасть. Полбалла коэффициента. Мога. Матвей Помощников. Высоко, мощно. Хочется уже сказать, что красиво. Но, к сожалению, на самый край попал. На самый край трамплина попадает. Улетает вперед. Задние вращения. На 4.5 балла. 184. Ну, и вот она борьба за четвертую строчку у нас. Геннадий Фокин. Ну, Геннадий тот, кто, наверное, не радует в этом финале. Так-то мы думали, что он и за призы поборется. Но пока даже не в четверке. Да, в прошлом году был вторым на чемпионате России. Еще раз напомним это. И видно было по взгляду его тренера Елены Загребельной, что совершенно недовольны. Ну и сейчас тоже ничего не получается у Фокина в этом финал раунде. В пятом прыжке. Тренеры и спортсмены имеют возможность общаться между прыжками, да? То есть... Ну, ничего не запрещает. Во многих видах спорта это недопустимо в том же теннице. Смотрите, 271.35, да? То есть он на 3 балла опережает Кононова. Угу. Все-таки, да? Конону будет тяжело. То есть можно подойти, встряхнуть, как-то найти то самое... Слова. Да, то самое слово. Ну, сейчас уже поздно. Поздно встряхивать? Ну, у всех по-разному. Совершенно разный тренерский подход. Где-то более жесткий, где-то... Вообще все на интуиции, там, по взгляду. Можно ошибки не объяснять. Ну, между тренером и спортсменом не имею. Григорий Иванов. 3,5 оборота вперед в группировке. Он продолжает, кстати, претендовать еще на победу сегодня. Надо делать очень хорошо. Молодец! Молодец! Браво! Ну что, может быть, Григорий Иванов у нас клеится? Может быть. А получается, да, что это не просто борьба за бронзак. Как ты и говоришь, это борьба за золото. Хорошие оценки. Восьмерки можно ставить. Ах ты, а! Две было, но вылетели они. 307 баллов, 45 сотых. Николай Борисов. 330. Прыжок с коэффициентом 3-0. У Лапина сейчас... Николай Борисов. 3-0 будет. И у Молчанова. Ну, нет, это какая-то бледная тень того Борисова, который был с утра. Ну, еще, правда, справедливости ради скажем, что все-таки опытные спортсмены зачастую как-то так умеют распределить силы и не сильно в предвариловке выкладываются. А здесь получилось наоборот, да, с утра. Он проснулся заряженный, на энтузиазме, энергии полной. Выспался хорошо, пришел, раз, все сделал. Так, ладно. У нас борьба за первое место идет Лапин-Молчанов. У Григория Иванова 307-45. Назад 2,5. Красивый элемент. Ух ты! Как ты крутил. Второе заднее вращение сильно ошибается. Здесь надо раньше уже открываться, потому что личное вращение было создано. У тебя, конечно, и у Лапина, и у Молчанова мощь, амплитуда, высота. Ну, казалось бы, да, вот делай и входи. Он проигрывает Иванову 281-25. Ну, и достаточно много проигрывает. Много? 20 с лишним баллов. 26 баллов. Илья Молчанов. Три с половиной оборота вперед в группировке. Тот же самый прыжок, что и Иванов. Высоко. Красиво. Браво, Илья. Прям как будто видел, как сделал Гриш Иванов. И такой, я сделаю еще лучше. Наверное, сейчас отлегло. Отлегло. У его поставника, Марина Николаевой. И прилегло у родителей Иванова. Ну, все в мире взаимосвязано. Пустоты не бывает. Что, 8, 8 с половиной? Да, и у него было, получается, 249. Сейчас будет очень хорошая сумма. 76, 325,8. Даже девятка одна у нас прошла, что большая редкость в прыжках с метрового трамплина. Задел. Заявка на победу Молчанова. Заявка на серебро от Иванова. Да, провалился Лапин. А вот смотрите, Геннадий Фокин в 10 баллах от Егора Лапина. Ярослав Коннор, ну, Коннору будет тяжело, конечно, его тут так поджали. Поджали, и сложности программы может не хватить. Так, ну что у нас с выбором самого ценного прыгуна после этого раунда? Прям даже как-то новые кандидаты появились. Да, и Молчанов вроде как ожил после не очень удачных двух попыток. И Григорий Иванов. Поэтому кандидаты изменились совершенно. Посмотрим финальный раунд. Глеб Рябов его начинает. Вроде неплохо шпакова на трамплине. Ну, очень сложно прыжок у него. Видно, пока нет физики. Хороший, растущий организм. Но элемент, какой-то 2,5 обороты вперед с одним винтом. Коэффициент 3,2. Илья Молчанов не очень хорошо исполнил в четвертом раунде. Глебу Рябову физически тяжело его делать. Но они тушуются. Молодцы. Они с своим наставником. Любовь Владимир Немчинок тренирует. Ну да, и Гриша Иванов тоже не блестяще сделал этот прыжок в втором раунде. А вот здесь 34 коэффициент трудностей у Егора Зыбина. Вперед 2,5 согнувшись. В складке делать прыжок гораздо сложнее. Ух ты, как легко! А что делает? Ну, и причем неплохо. Вообще удивительный спортсмен Егор Зыбин. Данный, прекрасный, конечно. То есть у него некоторые прыжки действительно показывают, что он может быть трамплинистом высочайшего уровня, мирового уровня, да, казалось бы? То есть у него талант есть, какие-то вещи у него получаются, ну, как бы, ты не веришь, а он делает. Ты знаешь, может быть, такие есть спортсмены ранние, кто вот рано раскрывается, да, и класс показывает. А есть и поздний. Может выстрелить 22, 23, 24, даже 25 лет. Да, ему еще есть время, ему еще 20 лет. Мне же когда-то так взросление приходит и к голове, и к теле. А смотри, какой хороший ход в воду Артем Макаров показал. Да нет, ничего хорошего здесь нет. Да ладно. Горизонтальный вперед прыжок. Смотри, смотри, как он даже погасил. Ну да, с углом, ну да, под углом. Пять баллов. Но по отношению к тому, как все происходило, ну, знаешь, шестерка. Ну, все правильно, Павел Поляков, вот видите, тут наклоняется сразу вперед. А это из-за психологии. Прыжок сложный, и сразу хочется быстрее закрутить. Так, смотрим, Данил Белов, мистер Наскок. И опять вертикально, полтора оборота назад, двумя сквозьми винтами. Пензенская школа. И вот дружные шестерки отсудей, там даже шесть с половиной было шестерки в зачет. 315-25. Надо запомнить. Папа доволен. Вроде да. Егор Журавлев завершает свой финал. С чистой душой папа может после финала выпить стакан яблочного сока в честь удачного выступления своего подопечного. Даже может подопеченную налить стакан яблочного сока. Егор Журавлев сегодня как-то не удивил, да? Немножко затерялся он в этом финале. Но все впереди. Ну вот, Ярослав Кононов. У него полтора оборота, полтора винта. К сожалению, коэффициент сложностей невелик. Поэтому нужно делать очень и очень красиво, качественно. Кстати, пришло сообщение от замечательного прогуна, нашего большого друга, спортсмена города Базулука, Сергея Назина. Он уже начал тоже голосовать за MVP. И говорит, что Данил Белов. Ну, он мою кандидатуру поддерживает, чувствуешь? Ну, я бы подождал, на самом деле. Ярослав Кононов, кстати, ни одного прыжка сильно не ошибся. Да, коэффициент маленький, но... 30.17. Давайте подождем все-таки исполнение Ильи Молчанова и Григория Иванова. Так, Кононов все-таки Белова опередил на 2 балла. Надо, кстати, делать это голосование, может быть, в социальных сетях Федерации. Есть трансляция. Предложить после этого финала. Глеб Гальперин претендует на должность главы пиар-департамента отечественного прыжка. Ну, на самом деле, ты этим занимаешься уже столько-столько лет, а? Сколько ты комментируешь, сколько ты рассказываешь о прыжках в воду, сколько ты объясняешь. Вот. Пытаюсь. И своими эмоциями заряжаешь всех нас. Ой, на самый край попал Геннадий Фокин. Главное, не соскочил. Да. Вообще ничего не заладилось. Да, в этом финале. Геннадий, а был в прошлом году серебряным призером? Ну, тогда другой Геннадий был серебряным призером. Что-то поднимает руку, кстати, тренер. Может быть, послепила. И что? Типа она может попросить перепрыгать? Ну, теоретически, да. Такие случаи были даже на лимфийских играх. Если ты помнишь, что мы с Дейли в финал прыжка. Да, и он идет перепрыгивать. А что произошло? Что произошло, надо понять. Да, так вот, олимпийские игры. Томас Дейли первый прыжок не очень хорошо сделал. И, собственно, поднял руку и его кто-то ослепил там на трибунах. Да. Возможно, но маловероятно на самом деле. Хотя на олимпиаде, конечно, тысяча, сколько, семь, наверное, трибунах было. Может быть, больше. Ну, и второй попыткой боли его давать. Да. Геннадий. Наконец-то видим улыбку на лице Елены Загребельной. Здесь получился наскок. Здесь прыжок гораздо аккуратнее. По-моему, в первой семерке Геннадий в этом финале. Да, совершенно верно. И практически единогласно один судья в семь с половиной поставил. Триста тридцать четыре. Вот так вот. Фокин в неудачном для себя финале. Сейчас набирает сумму, которую он опережает Кононова. Манислав Сонин. Завершает свою программу. Так, получается, у Геннадия Фокина триста тридцать четыре. У Конного триста семнадцать. Ну, я сейчас пока там сотый опускаю. Данил Белов триста пятнадцать. Ну, кстати, вот у семерки сделал Фокин. У него было до третьего места десять баллов. Там у нас Егорка Лапин располагался. Да, да, да. Так Лапину нельзя смазать. А у Лапина будет два с половиной с одним винтом. Ну, а пока Григорий Иванов, который сейчас на втором месте у нас с вами. Да, там далековато, но надо еще второе удерживать. С передней стойки назад. Два с половиной. Ах, такого мягкого. Хо-хо-хо-хо. Вот так вот. Такая вот поддержка. Ну, как с такой поддержкой? Медаль-то не завоевать. Ну, и триста шестьдесят пять девяносто пять. Чуть смазал. Шесть с половиной. Скорее всего, удерживается он на второй позиции. Николай Борисов. Достаточно редкий тоже элемент. Назад задней стойки. С места полтора оборота с двумя с половиной винтами. Не очень высоко. И оценку высокую, как бы ни сделал. Сейчас даже если бы загасил, не поставили бы. Потому что низковато. Нет амплитуды совершенно. Такой с комками, получается, элемент. Ну, и теперь сейчас у нас развеска тройки, друзья. Лапили Молчанов. Ну, что? Кто самый ценный? Как-то предыдущий раунд нам подарил интригу. А последний финальный, пока его особо и не подтвердил. Ну, за стабильность, наверное, да, Даниила Белова можно. Ну, за стабильность, да. И наградить. Ну, сейчас посмотрим, вдруг, Егор, как выдаст. Знаменитая чета тренерская. Михаил Татьяна Постникова. О, классный. Я говорю, выдаст. Выдал. Удержал бронзу. Ну, может быть, и достанет, кстати, он сейчас и Иванова. Достанет, нет, потому что не помню, сколько был отрыв. 281 у него было, а у него было 37, нет. Много, да. Да, многовато. Многовато. Ну, третья позиция точно его. Да, 358-05. Ну, кстати, много отыграл-то. 20-58 было у... 20 баллов он отыграл, да. Да, больше 20. Да, больше 20. Но там было и 20, сколько? 26 было. И Илья Молчанов, собственно, завершает. Из передней стойки 2,5. Ох, как высоко! Ах ты, промазал, промазал. Ну, какая высота. Да. Как в доску попал, изумительно просто. Ну, удержит он 100% золотую медаль. Ну, что, Андрей? Это сложный какой-то выбор. MVP запрыгая. Данил Белов. Так, получается... Илья Молчанов. Корманов. У нас что есть? У нас Молчанов есть чемпион. Да, золото у Ильи Молчанова. Мы даже сейчас не даже оценок это можем объявить. Вот 384 итоговая сумма. Очень хорошее выступление. Очень стабильное. То есть, по правилам, мы должны были бы его называть самым ценным. Но, вот смотри, у нас получается Иванов 2. И это действительно успех, потому как он прыгал. И Фойкин вышел на 4-ю позицию. Но Кононов 5-й, Белов 6-й. Ну, я не знаю. Я все-таки, наверное, Данила Белова попрыгал самому. А я выбираю Илью Молчанова. Все-таки пара попыток-то хороших был. 8,5. Нет, у него очень хорошая стабильность. Это то, чем отличился сегодня этот финал. Ой. Илья Молчанова.